Завтра у Гомеля означает 77-ую годовину вызволения города от нацистских захопников. У совете с пандемией коронавирусу святочные мероприемства и селета проходят в скороченном варианте и обмежевываются у основным митингами за складанием конков и тогда мемориалов. Наши корреспонденты ознавились с маловядомыми сторонками военной истории Гомеля и наведали некольких знаковых мест. У историю Великой Отчинной войны Гомельская рыжеская операция лишится одной из буйнейших по своих масштабах и узорной по мастерству выполнения. За проявленные можности героизм, больше як 200 тысяч червон армейцев были узнагароджены орданами и медалями. Звышь 300 человек стали героями Советского Союза. Керовау операции у той час генерал армии Константин Рокоссовский. У 46-м юн стане маршалом Советского Союза. После вызволения Гомеля знакомитый военачальник знаходзюся тут яше некольки месяцев. С 7-го снежня 1943-го до 10-го красавика 46-го на тагочасной Одесской улице размещалася оперативная группа штаба 1-го Белорусского фронта. Гэты будынок захаваўся до нашего часу. А Баркоссовским сёня у Вогулі ведома шмат. Возможно, что какие-то детали, небольшие такие, в формате, то, что входило как бы в госсекреты. А так, в основном, конечно, его деятельности много написано. Им самим, значит, в своей книге «Солдатский долг», которая, к сожалению, уже вышла после его смерти, но у нас в экспозиции она размещена, была подарена семьёй когда-то ещё Крайовечскому музею. С имём славутого генерала звязываюць и ашшэ некалькі аб'єктаў. У приватнасці размовы идзе аб так званым «Бункер Ракоссовскага». Йон пабудаваны на праканце 30-х гаду, одначасова з другім корпусам Гомельскага Дзержавнага Университета. Гэты будынок и бункер звязывая падземны ход, які захаваўся до нашего часу. Правда, на некем участку яго заклали цыглай. Што тычыцца непасредна падземелля, то зараз яно знаходзіцца у аварийным стане и небяспешна для наведвання. Для нашей здымошной групы зрабілі выключэння, хоть трапісь во ўсе помешканні, а казалася немагчымым. Докумэнтаў, які падсвержалі наведвання гэтага аб'єкта Ракоссовскім, не захавалася, а таму нікаторы гісторыкі ліше з гэта харацкой легендай. Хучай за ўсё тут былой ашэ даваэнная бомба-сховішшэ. Магчыма для адказных работнікаў. Хоць паблізу ауд бункера, знакаміты военачальнік был саправды. Генерал армія прымов актыўну ўдзіл у аднаўліні разбураных будынкаў тагачаснага педагагічна гэнстіута. У приватнасті размовы ідея абсуршасных корпусах нумар два і нумар три. По ёо распоряжані булі выделіны 5 автомашын, три ўпрыжы с лошадьми, булі выделіны електрогенераторы, булі выделіны стекло для стеклення, запрашываемая продукція, деревообработки. І педагогінститут имени Чкалова смог начать учебный процес при поддержке непосредственно командуючого фронта. Надо отметить, что тёплые отношения складывались и в дальнейшем между Константином Константином Рокосовским и университетом уже в мирные послевоенные годы. У Гомельскі омбласны музею военны славы Константину Рокосовскому просвечена някалькі стендов. У экспозиції шинель маршала, особистые рычы, фотос дымки. Хоть протягуючи тему знакомитых людей, які праймали удел у Гомельско-реческой операции, тут можна назвать яшше някалькі прозвісь шоу. Стоит отметить, безусловно, это Александр Исаевич Солженицын, который принимал участие в Гомельско-реческой наступательной операции. Он принимал участие в составе войск 63-й армии и в частности освобождал Ветковский район. Несмотря на то, что на фронте запрещалось ввести дневники, Александр Исаевич ввёл этот дневник. И в одной из повестей, она называлась «Дороженька», есть упоминание, собственно говоря, о Ветковском районе и о тех боях, которые и события происходили в период освобождения, в период, собственно говоря, октября-ноября 1943 года. Кроме этого, конечно, мы должны вспомнить знаменитого кардиохирурга советского, это Николай Михайлович Амосов, который в составе 48-й армии, он был заведующим хирургическим отделением передвижного полевого госпиталя номер 2266. Он принимал непосредственно участие в освобождении первого областного центра Беларуси. В 1967 году двойчий герой Советского Союза, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, стал гоноровым гражданином Гомеля. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».